Раз-раз-раз-два, но вроде звук пошел. Друзья, всем привет! Извиняюсь заранее за гундос и голос. Из-за чавканья, жжу таблетки. Простыл, по-моему, или что-то типа того. Поэтому сегодня будет такая тема. В целом хотелось бы поговорить много о чем-то. У меня здесь где-то телефончик был. С огромным списком тезисов, которые я набросал. Вообще сегодня будем говорить не о хобби. Хобби ставим на паузу. Хобби такое дело. Сейчас не до хобби. Поговорим о политике. Очень много кто просил поговорить о политике. Но я не буду говорить о том, о чем говорят все. Я просто хочу без истерик, без скандалов, без драмы посмотреть на ситуацию в целом. Попробовать разобраться, что к чему. Ну, возможно, с вами в комментариях какие-нибудь пообщаемся, обсудим. И так далее. Но вообще мне в целом не нравится эта ситуация, что сейчас просто каждый пытается нахайпиться. То есть есть ребята, которые действительно просто высказали свою позицию. Я тоже высказал свою позицию абсолютно однозначно. В Телеграме, если кто-то пропустил, но это как бы ваши проблемы. Я высказался, у меня там достаточно большая аудитория. Я не знаю, чего ждут люди. По-моему, кто-то хочет просто, чтобы я превратился в пропагандистский, пропагандовский канал. И на основном YouTube-канале про дрончики выкладывал политический контент. Но этого никогда не будет, сразу говорю. Поэтому вот это будет единственное видео, связанное. Ну, и скорее будет такое. Полупрощальное видео и описание общей ситуации. Потому что потом я не знаю, что будет дальше. И вот поэтому я хотел бы немножко рассказать, что, чего, куда и свои мысли. Первое, что очень меня беспокоит, это количество негативных людей. Да, ситуация сложная. Да, война, это дело ужасное. Это просто отвратительно. Я не поддерживаю ни при каком раскладе военные действия. Всегда, мне кажется, можно урулить как-то, хотя бы попытаться договориться в каком-то дипломатическом ключе. Но в данном случае пришло к ней это все дело. Ну, и она приходится с этим как бы жить. Но при этом всем не надо поддаваться истерике. Не надо поддаваться панике. Нужно подумать, оценить трезво риски, оценить трезво ситуацию. И попытаться сделать то, что зависит напрямую от вас. Конкретно вот что я могу сделать, нужно подумать, чтобы, ну, либо помочь окружающим, которая, ну, вот моя страна, предположим, мои родные, знакомые, еще кто-то. Либо, если у вас нет такой возможности, если вы ничем не можете помочь, то хотя бы подумать о себе и о своих близких. Это тоже очень важно. То есть нужно подумать, как обеспечить себя и своих близких пропитание на ближайший месяц, хотя бы там на два, на три. Что делать с работой, что делать с жильем, что делать с родными, родственниками и так далее. Куда ехать, если что. Много кто сейчас из Украины пытается уехать и пытается иск найти убежище в окружающих странах. Я это прекрасно понимаю. И это очень-очень правильное решение. То есть хотя бы временно уехать. И может быть даже пока документы не оформлять, потому что, может быть, запретят возвращаться домой и еще что-то на какой-то промежуток времени. Не всем это нужно. Но хотя бы как-то временно выехать подальше от этого всего дела. И пусть они там разбираются. Потому что на самом деле народ по факту здесь не виноват. Здесь задействованы другие силы, на которые влиять. Мы, как обычные люди, которые живут в этих странах, предположим, никак не могут. Еще меня очень много обвиняют в том, что вот, да ты русский, да твоя страна. Ребят, я не русский. Я вообще никак с Россией не связан. Кроме того, что я из страны постсоветского союза, где по стечению обстоятельств, ну так получилось, говорят на русском языке. И то далеко не все. Поэтому я могу с вами говорить на одном и том же языке. Но я не русский и никогда им не был. Очень много дезориентированных людей, которые не знают, чего сделать, куда податься. И поэтому они просто вот везде желчь и негатив брызжут на всех людей вокруг. И это отвратительно. Да, опять же, я понимаю, ситуация сложная. Но оно доходит иногда до абсурда. Я только приехал из пояски. Я был круглосуточно на ногах. То здесь что-то снимали, то здесь что-то летали, то здесь какая-то была активити. У меня не было возможности даже телефон в руки взять, если же на то пошло. В инстаграме написал какой-то в личку чувак, неизвестный, не мне. Ну то есть это просто первое его сообщение ко мне. Он говорит, Аня, почему ты замалчиваешь ситуацию? Зачем ты поддерживаешь оккупанта? Что-то вот в таком формате. А я даже прочитать не успел. Я просто на ходу бегаю по городу и, предположим, делаю свои какие-то дела. Вечером, наконец, открываю инстаграм. Там уже спустя 10 часов, предположим, уже после того сообщения, еще одно сообщение, да чтоб ты, короче, сдох, твоя семья, чтобы все, короче, там проклятие, вот прям вот так вот. А я даже еще первое сообщение почитать не успел. Но это что такое? Ну где разум у человека? Ну и я думаю, что таких сейчас много, у которых просто паника в голове, и которые, ну, пытаются свою негативную энергию выплеснуть на всех вокруг, даже не пытаясь разобраться. Еще довольно много спрашивают, Аня, почему не освещаешь события? Ну, во-первых, я не новостное агентство, это во-первых. Во-вторых, мой канал никак не связан с этим. Ну и в-третьих, а где правда, ребят? Я догадываюсь, что с какой стороны поступает больше правдивая информация. Но вся ли она правдивая, это не факт. Я просто сегодня вот даже смотрел репортаж, по-моему, первого канала российского, и там говорилось, что Ан-225, это самый большой самолет в мире, был обстрелян и разрушен украинскими артиллерийскими снарядами. Или что-то такое. И там что-то, ну вот в ту сторону. Я такой смотрю и думаю, а точно ли это были украинские? Ну это так, вот чисто вопрос к тому, что как подходить к информации. С любой стороны такие вбросы кучами заливают. Я также смотрел пару видосов, вот в Телеграме видел на каком-то тоже полуполитическом Телеграм-канале, едет какая-то техника, и кто-то стреляет в нее из чего-то там, короче, какой-то ракетницы, и она, в общем-то, взрывается. И я вот смотрю, и я вот, я работаю с видеоконтентом каждый день. Это моя основная работа. И я вот смотрю на это, я не понимаю, это настоящее видео или фейк. Потому что оно уж очень похоже на фейк, уж очень странные движения камеры, странно выглядит дым. И я тоже не могу сказать, вот, ребят, смотрите, что происходит. Потому что я сам даже ни в некоторых моментах не уверен, насколько это было снято, насколько это был спецэффект, насколько была эта постанова. И это все очень сложно. Поэтому давайте я этим заниматься не буду. Вы можете попробовать обратиться к другим каналам, где именно вот такие вещи освещаются. И это их работа. Искать информацию, проверять информацию, публиковать информацию. С моей же стороны, я ничего, во-первых, в этом не понимаю. Во-вторых, мне кажется, что большая часть информации – это просто голимый фейк. Ну и в целом информировать. Кого вы хотите информировать? Я информирую своих, например, друзей, которые на русском языке, например, мало понимают или плохо читают. Я примерно могу им описать ситуацию, что там происходит. Но если информировать для основной аудитории, то это значит на русскоязычную аудиторию. Неужели вы думаете, что кто-то из русскоязычной аудитории еще не в курсе, что идет вот такая вот глобальная серьезная проблема происходит на границе между этими двумя странами? Ну что я должен туда писать, если я как-то новой какой-то информацией не владею? Я могу лишь добавить только информацию, либо просто скопировать из других источников. Но те же самые источники, вот лучше вы над них подпишитесь, потому что там будет информация самая актуальная. Если там будет какая-то информация более проверена, менее проверена, они это опровернут, еще что-то. Ну вот, в общем, выскажу свое мнение конкретно. Плюс эти ребята разбираются поболее меня. Я, как со своей стороны, я сказал, что мне не нравится война. Я написал это в телеграмме, что война это ужасно, война это отвратительно. Я бы не хотел, чтобы это происходило, но это уже происходит. Поэтому нужно делать что-то дальше. Еще мне очень нравится, что очень много людей, которые пишут, что фонды, давайте сдавать все деньги в фонды. Сейчас очень много появилось фейковых фондов. И это огромный бизнес. Вы просто не представляете, сколько денег по факту доходит, наверное, до конечного получателя. Вот вы, например, отправили 100 долларов на поддержку какой-либо из сторон. По факту до человека, который вот на острие, на передовой, ну, может быть, дойдет 10%, может быть, 15%. И то в лучшем случае, и то если повезет. Вообще эти все фонды недавно собирали деньги на какого-то ребенка. И кто там собирал, на какого ребенка? Потому что вот буквально этот же фонд до этого собирал на какого-то другого ребенка. Там вроде они не дособирают, теперь он собирает на нового ребенка. Того не вылечили, собирают. Я вообще не понимаю, как эти фонды работают и куда уходят там по факту деньги. В российском законодательстве, по-моему, я читал тогда, 20% может уходить на операционные расходы. До 20%. То есть это вот на канцелярские товары, на свет электричество, на оплату каких-то работников, на аренду помещений и все такое. Но это операционные расходы. Это то, сколько фонд потребляет денег просто, чтобы существовать. При этом всем очень много лазеек открыто. Если вы хотите заниматься каким-то конкретным проектом, вот вы берете, предположим, берем детский фонд, берем ребенка и говорим, что мы будем работать вот теперь над этим ребенком. То это уже проект. И в программные расходы вы можете запихать все. Просто все до конца самого последнего. 1% можете оставить этому самому бедному ребенку. Если человек работает не просто на фонд, а конкретно над этим проектом, то можно сказать, что это уже программные расходы. Так я считаю, что и в этом случае. Фондов сейчас очень много. Нужно очень внимательно выбирать, кому вы конкретно переводите деньги. Потому что есть вероятность, что никуда они по факту не дойдут или дойдут в самом маленьком ключе. При этом еще мне много пишут. Аня, почему ты нас не поддерживаешь? Откуда эта информация берется? Это, опять же, это из того, что мы до этого обсуждали. Это хайп и истерика. То есть люди пытаются хоть что-то высказать, какую-то желчь вылить на человека, при этом не разбираясь в вопросе. Из хорошего, например, могу рассказать о нашей группе русскоязычных ребят в моем городе, которая собирает гуманитарную помощь. Как это работает? Один человек идет в магазин, закупает все, что нужно. Предположим, какие-нибудь памперсы, туалетную бумагу, мыло, зубные щетки, пасты, полотенчики. Все, короче, закупает. И вы закидываете туда сколько это денег. Сколько вы хотите, столько закидываете. И там вот на это потом все делится, размещается и смотрится, сколько по факту можно купить на это чего-то. После этого позавчера загрузили Бобика один полностью до верха, забили всяким этим барахлом. И он поехал на границу к Ужгороду. Там доехали до палатки координаторов, там лагерь беженцев. И вот вообще там распределили эти все дела. И приехали обратно, тоже несколько человек с собой захватили. При этом всем в этой группе, там и несколько казахов, и несколько ребят с России, с Украины есть ребята, с Литвы, с Польши, еще откуда. Есть один эстонец. То есть вот со всех стран собралась такая тусовка. И вот в такие вещи мне не зазорно вкинуть какие-то свои деньги, предположим. Я понимаю, куда уходит в таких вот вещах моя помощь, предположим. И, соответственно, кстати, что интересно, ребята, которые именно перегоняли этот Бобик туда и обратно с этими всеми вещами, это парочка из России. Поэтому как таковым русским, например, какого-то негатива я высказать не могу. Я не могу сказать, что все русские свиньи, ай-яй-яй. Ну, до большинства этого всего не зависит. Я чуть-чуть позже, конечно, еще хочу обсудить этот вопрос. Нужно делить правительство российское, то есть людей, которые стоят у власти и что-то решают, и обычный народ, который действительно там живет. И это не одно и то же. Ну, ладно, давайте теперь переходить конкретно к моим диванным выводам. Я, конечно, не специалист и мало что соображаю в политике. Я просто почитал Википедию, почитал туда, почитал сюда, попытался найти какие-то зарубежные статьи, попытался в России какие-то статьи, в Украине статьи почитал. И, в общем, там очень много чего интересно, много чего не сходится, кому верить непонятно. Начнем слева, так сказать, с запада. В Европе сейчас топливный кризис. И это не какой-то топливный кризис, а это коллапс. Коллапс, потому что хранилища в Европе заполнены газом лишь частично, на минимальном уровне каком-то, за последние сколько-то там десятилетий такого никогда не было. Цены на энерготопливо взлетели вверх, очень высокие, по всем странам просто безумные. Недавно проезжал на заправке, дизель по 2,3 евро местами умудряются банщить. Ну, где это видно? И это, соответственно, большие, серьезные проблемы для экономики. А откуда они взялись? Вот давайте обсудим. Газпром не продает свои топливные ресурсы с 13 октября 2021 года. То есть это давление, это реальное политическое давление на окружающих, на европейский, в основном, конечно, союз, но и также на окружающих вокруг себя. Соответственно, таким образом завышается спрос на газ. И это все ни к чему хорошему не приведет. Конечно, это одна из причин, это то, что неплохо было бы ограничить Украину и отсоединить ее от газопровода, потому что через Украину сейчас проходит один из основных газопроводов. Потом идет еще, а потом сверху один Ямал, потом еще идет Северный поток и еще через Турцию. Ну, через Турцию все хорошо. Ямал вроде как работает, но там он не очень большой. Северный поток – это вот камень преткновения. Один трубопровод там уже проложили, он работает, но параллельно Россия уже вот закончила второй трубопровод, параллельно первому. И против этого газопровода выступает США. Как бы то ни было странно, несмотря на то, что они так далеко, но я прекрасно их понимаю, потому что это такой серьезный газопровод, который обеспечивает всю, считайте, Европу довольно дешевым газом. Это, во-первых, серьезный подрыв поставок американского какого-нибудь жиженого газа, хоть и не очень большой, но тем не менее. Ну, а также это огромный политический рычаг, который может заставлять Европу делать, в принципе, все, что угодно. Ну, а поскольку России по факту нечем больше так серьезно ограничивать своих противников на политической арене, как раз вот происходит такая ситуация, когда у нас ограничивается продажа газа, то есть Европа газ купить просто не может, его просто не продают, ей приходится заказывать из Америки. Сейчас последний вот сезон, практически вся Европа отапливается американским сжиженным газом. Все надеются, что все-таки Россия одумается и через Украину пойдет газ, но судя по последним событиям, вот за последнюю неделю газа там не предвидится, поэтому все еще ждем открытия еще одного газопровода «Северные-2», который будет по Балтийскому морю проходить и который будет снабжать Европу снова газом. Если этого не произойдет, если США будет все так же в штыки воспринимать эту ситуацию, очень долго санкции США ограничивали именно строительство северного потока, и это в основном было связано как раз с, во-первых, политическим рычагом, а во-вторых, и с Украиной. То есть вопрос Украины стоит уже очень давно, строительство этого газопровода началось уже несколько лет назад, и тогда практически каждый раз поднимался вопрос, а что будет с Украиной, будет ли поставляться газ через Украину, поскольку для Украины это тоже, во-первых, важно, как, ну, она частично газ обратно скупает у Венгрии, получается, хотя не напрямую у России, но тем не менее через Венгрию она обратно этот же газ закупает, по факту. Ну и кроме того, за транзит газа Украина получает хорошие деньги, которые позволяют Украине хоть как-то держаться на плаву. Это большой процент ВВП. Что интересно, я нашел небольшую статью с 2019 года. Это закон о защите энергетической безопасности Европы. Представляете, в США приняли закон про Европу, что Европа должна отчитываться каждые 90 дней Конгрессу Американскому о предприятиях и компаниях, которые участвуют в строительстве российского трубопровода. То есть США очень внимательно смотрела, как строится этот трубопровод. Ну и возвращаясь к тому, что я уже сказал, поскольку сейчас Европа закупила огромную партию сжиженного газа в США, он, во-первых, не такой дешевый, во-вторых, его сложно перевозить, транспортные расходы высокие. Это встало в копеечку европейским потребителям. Сейчас очень дорого в Европе все встало. А США довольно потирают руки, потому что у них это большой плюс к экономике. Это выгодно как и по политическим мотивам, так и по экономическим. Давайте теперь рассмотрим конфликт, который идет параллельный, который в целом постараются замалчивать. Ну или не обращать на него внимание особенно. Но я вот уже чувствую, что пахнет жареным и там. Потому что так же начиналась ситуация вот с Украиной еще в начале 20-21 годах. Там постоянно, каждый месяц-два Россия с США встречались и обсуждали вопрос неполучения Украины членства НАТО. А, естественно, достигла какого-то критического пункта. Тут же прохожая ситуация в Китае с Китайской республикой. То есть это с Тайванем. У них конфликт уже длинный, затяжной, уже 60 лет этому конфликту. США активно продает оружие Тайваню. Это значит, что в любой момент там может бахнуть так, что не поздоровится никому. Китай не маленький. Ну, все прекрасно знают. Тайвань тоже страна не маленькая. И при этом она активно заручилась поддержкой США. США вообще выгодны в целом войны за пределами ее собственной территории. Поэтому она везде старается всунуть свой, так сказать, политический интерес. И попробовать пролоббировать интересы против каких-нибудь сильных союзников. Поэтому здесь она лоббирует интересы Украины против России, предположим. Хотя, может быть, это неофициально не высказывается. Но там, в том случае, она лоббирует интересы Тайваня против Китая. И в одном из газетных заголовков я прочитал, что Вашингтон готов поддерживать Тайвань до последнего тайваньского солдата. То есть они готовы поддерживать тайваньцев, пока они друг друга там будут перебивать. И это вот очень опасная ситуация. Потому что Китай очень недоволен тем, что Вашингтон строит свои дела. И говорит, что в любой момент готов перейти к решительным мерам, к военному наступлению на Тайвань. И это может реально произойти в любой момент. А это грозит уже более серьезными последствиями. Когда начнет Америка вмешиваться туда, Китай разозлиться, сбросит какую-нибудь бомбу сюда. А там начнется, в общем, ужас. Ужас. Поэтому даже не знаю, что здесь происходит. Ну и самое печальное всего этого, то, что пострадает, опять же, экономика всего мира. На Тайване находится TSMC, полупроводниковый гигант, который производит практически все чипы на планете. Что еще нужно сказать, Китай, опять же, в открытую, в каком-то новостном издании написал, что дабы избежать длительной войны, которая происходит в Украине, ну, то прям прямым текстом пишут, они планируют наступление Блицкрик. То есть они планируют как можно быстрее достичь какого-то шокового эффекта, чтобы капитулировало максимально быстро Тайвань. Поэтому, не знаю. То есть, соответственно, может быть, с чего дня они говорят, что все хорошо, и мы готовы подождать еще годик-два-три. С другой стороны, может быть, завтра они высадятся, огромная армия на Тайвань, и начнется полномасштабная операция еще и на том полушарии. Вернемся к Украине. С 2014 года Украина активно лоббирует свои интересы, пытается попасть в НАТО. НАТО — это Северно-Атлантический альянс, по-моему, так это начитается. И ничего хорошего в этом, на самом деле, для России нет. Поэтому Россия вынуждена здесь, наверное, защищать какие-то свои интересы. НАТО — это организация для защиты Европы от советского вторжения. То есть эта организация напрямую против тогдашнего Советского Союза была сделана, сейчас это скорее против России. На России не очень интересно, когда окружающие соседи, будь то Грузия, которая все рвется, или Украина, пытаются попасть в НАТО. Это значит, что в любой момент за спиной у России, а Россия сейчас ведет довольно агрессивную политику, могут ввести какое-то серьезное вооружение, поставить ракеты, все что угодно вдоль границ с Россией. Это будет тоже очень серьезный рычаг в давлении на политическую, экономическую ситуацию в России. И вынуждать будет Россию, Кремль конкретно, делать какие-то необдуманные решения, которые выгодны, например, Америке или Европейскому Союзу. Хотя в целом в НАТО, ну, там, конечно, есть некая равноправность, но мне кажется, что диктует свои условия все равно в любом случае Америка. Вообще то, что уже пахнет жареным, было понятно еще в начале 2021 года, наверное, уже точно. Там они встречались практически, ну, каждый месяц встречаются российские представители с американскими и обсуждают вопрос, что не дай бог у вас как-то сложится так, что Украина вступит в НАТО, мы будем очень сердиться. И, ну, понятное дело, почему, вот, по выше обозначенным причинам. Но США в этом случае высказал очень интересное мнение, то есть мы ничего не решаем, как решит Украина, так и будет. И вплоть до последнего момента были сомнения, чем это все может разрешиться, но в декабре того года, 2021 года, там уже откровенно начали говорить, что Украина вот-вот уже почти там, ну, и, по крайней мере, она уже как бы партнер НАТО, и в целом все хорошо, и вот, в общем-то, на Россию начали давить. Сейчас, конечно, в России много чего говорят в целях пропаганды, ну, и по методичкам, так сказать, говорят, что вот, как же те самые 8 лет с 2014 года, Крым, Донбасс, Луганск, вот это вот все. Одной из причин такого резкого вторжения, я считаю, как раз именно попытку подавить вот эту вот независимость Украины, может, ну, и обезопасить страну от западных каких-то нападок. Ну, а для Украины что? Для Украины, конечно, очень круто, если она попадет все-таки в НАТО, в Европейский Союз, еще куда-то, где ее смогут поддержать более серьезные, более развитые какие-то страны с более сильной экономикой. Постою, потому что иначе замерзну к чертям собачьим, мне кажется, потихоньку снег идет. Вот, значит, по моим заметочкам, что? Ну, могу сказать, что, как бы то ни было, ну, Украина не сама, она затеяла этот конфликт, конфликт был затеян уже достаточно давно, вот к нему готовили, и мне кажется, что это все, все-таки где-то Запад влияет на это все довольно сильно, потому что, ну, вот сейчас, например, что США, что Евросоюз, хотя Евросоюз меньше, в основном США, конечно, это выгодно, обеспечивает вооружение, предположим, и какими-то там боеприпасами, еще чем-то украинскую сторону, насколько я знаю, и, ну, им выгодно для того, чтобы на территории Украины с Россией шла война, да им вообще без разницы на какой территории, главное, чтобы с Россией где-то шла война, поэтому, будь то Украина или какие-то прибалтийские страны, где-то еще, если где-то завяжется какой-то военный конфликт, в целом, вот тем странам это только на руку, это всем выгодно, потому что серьезный противник начинает ослабевать, и, ну, это так же, как в шахматной партии, сдавая фешку противнику, вы можете выиграть целиком партию, предположим, да, ну, я, конечно, не политик, здесь, возможно, уже значительно расхождение с трактовками всего этого. Россия очень сильно военный потенциал наращивала последние несколько лет, последние десятилетия я нашел статистику, что военные расходы по миру практически не сильно поменялись, но в России они увеличивались на почти 30% в долларах за последние 10 лет, при этом рубли обесценились уже в несколько раз, а внутри страны на оборонку, на развитие военной промышленности все тратится в рублях, соответственно, в рублях расходы увеличились там в несколько раз, и сейчас они достигают что-то там порядка 30% ВВП, что ли, ну, в общем, очень большая сумма, то есть огромную часть доходов страна тратит просто на развитие военной промышленности, которая нигде не реализуется. Поэтому западным странам интересно как-нибудь, где-нибудь на какой-то конфликт нарваться, причем еще чужими силами, чтобы как-то это все немножко сгладить, иначе эти огромные инвестиции в военную промышленность, ну, просто зря. Сегодня это все, в принципе, еще как-то куда-то котируется, и это можно еще использовать, но завтра, послезавтра, исходя из технологического прогресса, может случиться так, что с автоматом уже никто не будет бегать, будут бегать киборги и стрелять из лазеров, предположим, я не знаю, но, тем не менее, то, что вот за последние 20-30 лет, когда у нас не было практически никаких военных действий на наших территориях, в странах СНГ было относительно спокойно, но то, что там были какие-то мелкие столкновения, это все было несерьезно, то сейчас это, возможно, близится к какой-то серьезной развязке, что много кто, много игроков накопили какой-то военный потенциал, им куда-то надо его реализовать, пока он не стал морально и технологически устаревшим и все остальное, это где-то нужно использовать. И поэтому все сейчас клацают зубами, пытаются дипломатично, конечно же, решить проблему, но у каждого за спиной уже большой такой рюкзак со всякими автоматами, пулеметами, гранатами и ракетами, которые они готовы в любой момент где-нибудь пристроить. А со стороны Украины, я думаю, это было немножко наивно, пытаются в НАТО затолкаться, мне кажется, в ближайший год, два, три это точно не случится, ну и, естественно, если война сильно затягивается, если там большие какие-то военные действия идут, еще никак это не закончится, все вкладывают туда, вкладывают, вкладывают, но она ничего никак не разрулится, то, возможно, даже такие исходы событий, как, например, конфликт напрямую с Европой, сейчас это просто дипломатические конфликты, когда друг на друга все вешают различные санкции, вот это вот все наше популярное слово за последние несколько лет, но, тем не менее, сейчас это пока дипломатично пытается уреглировать, но поскольку уже пошли агрессии со всех сторон, то, возможно, даже втянут Европу, если втянут Европу, то ничего не останавливает Европу, нападать на Россию или там на союзников, ну и в ту же, так же и в обратную сторону работать, можно точно так же со стороны России напасть, ну, там удобно, например, на Литву какой-нибудь, или там что-то типа такого, и, соответственно, там уже начнется такая обучисть, что то, что сейчас происходит, это пока, ну, мне кажется, это все пока еще цветочки, и что может случиться через месяц, два, три, пять, к лету, через год, это уже большой вопрос. Теперь про Россию. В России ввели новый закон. Дезинформация 15 летает. Это, конечно, круто-круто. Поэтому я думаю, что вы сейчас будете все меньше видеть в России независимых источников. Очень много сайтов заблокировано с независимой прессой. Очень много кого отправили за решетку. Такое себе дело. Сейчас высказываться в России, ну, в целом, опасно не только просто для репутации или что-то такое, а для жизни. Но это в целом было уже понятно за последние несколько лет. Уже очень много примеров, когда сажали практически не за что, убивали практически не за что и не выпускали. Очень много сейчас чего происходит. Именно по политическим причинам всякие вопросы, конечно, решаются довольно жестко со стороны текущей власти. Поэтому, находясь в России, что-то конкретно высказывать очень сложно. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время в России будет крайне отфильтровано, дозировано выдавать информацию. Ну, это все будет, естественно, в большей степени пропаганда. Относитесь очень внимательно к тому, что вы слышите по телеканалам, по соцсетям, по телеграм-каналам. Это как бы не казалось, что вроде как и проверенный источник. Но зачастую даже самые непредвзятые источники сейчас могут уже отжимать, перенимать, отбирать, перекупать и угрожать какой-нибудь расправой. Поэтому сейчас там может хоть где писаться, хоть какая информация, не стоит ей доверять. И тоже касается с любой стороны. То есть, если вы, находясь в Украине, например, читаете украинские новости, то там тоже очень много чего может писаться с каким-то таким неприятным налетом. Да, какие-то есть факты проверенные, но в большинстве своем это все, опять же, может казаться не совсем так, как оно есть на самом деле. В любом случае, советую, ну, наверное, только самым близким, друзьям, родственникам доверять, которые находятся в гуще событий, которые могут хотя бы свое какое-то мнение высказать. Но, опять же, они могли свое мнение опять построить на средствах массовой информации, которые могли, опять же, также зазомбировать и промывать мозги. От кого же все это исходит? Вообще, в чем основная проблема? Проблема в том, что есть концентрация власти. То есть, в России олигархи управляют всей страной. Их буквально там, ну, несколько человек, там, ну, десяток, два, которые контролируют всю Россию. И эти люди, которые имеют власть, они, ну, у них свои интересы. Они никак не сочетаются с интересами, например, обычного гражданина. Им, скорее, важно какие-то свои штуки воплотить в жизнь. Например, достроить газопровод, предположим. Да, потому что это огромные доходы от Газпрома, предположим. Людям обычным лучше не становится. То, что там какие-то миллиардные объемы газа в километре, они гоняют туда-сюда. Обычный человек лучше жить не станет от этого. Зато олигарх получит свои очередные, там, несколько миллиардов долларов. Ну, и проблема в том, что, естественно, такие люди при власти, у них также есть еще какая-то дубинка. Вот в данном случае у них есть вооружение, у них есть войска какие-то, которые, в общем-то, достаточно толерантны, относятся к этому всему. Ну, либо за деньги там есть контрактные служащие, либо просто какие-то призывники частично, которые там вот как-то оказались неудачно в этот момент. Если вы не в курсе, так же на территории Европы начали стягивать войска. Когда они начали это делать, не знаю, но сейчас уже есть информация, что на территории Румынии и на территории Польши уже есть войска. В том числе и США, Франция, Германия. Там, в общем, уже народ потихоньку стягивается к границам. Не так давно где-то читал тоже, что Россия в пресс-релизе каком-то сказала, что ядерное вооружение привели в боевую готовность. А это уже очень-очень нехорошие, как сказать, заявления, поскольку это значит, что, ну вот, все пытаются поиграть мускулами, все пытаются доказать, что они круче всех, а, ну, страдать-то будут в любом случае обычные люди, то есть мы с вами. В любом случае, наверное, не стоит винить, ну, солдат, например, которые на передовой, да, это пешки, которые ничего не решают. Им сказали, а они делают. И, ну, я думаю, что прекрасно все понимают, особенно те, кто, например, где-то был в армии, что неподчинение дезертирства, покидание поля боя, это все карается очень-очень строго. И в законе оставлена куча лазеек, чтобы вас потом всю жизнь еще преследовать. Ну и, кроме того, нужно упомянуть, что люди в армии, военнослужащие, это обычно люди особого толка, да, то есть контрактники, то есть люди, которые приходят как на работу туда, ну, к ним вообще вопросов нет. То есть у них это вот такое мышление, они не могут по-другому. Они вот дисциплина, порядок, что сказали, то и делаешь, не думаешь, делаешь, что говорят, вот и все. Больше ни о чем не думают. Если братья каких-то обычных призывников или те, кто, тем, кого мы мобилизировали, это большой-большой вопрос, смогут ли они выставить против системы, потому что система построена так. Даже людей, которые с каким-то критическим мышлением, которые умеют анализировать, соображать и какое-то свое мнение высказывать, такая система перемалывает очень быстро. В данном же случае могу лишь выказать мою поддержку семьям тех, кто на передовой, то есть это все военнослужащие с любой стороны, и с той, и с той. Им приходится это делать, им приходится стрелять, они зачастую не имеют другого выбора. Одним приходится защищать, другим приходится выполнять приказ. И, ну, не они виноваты. То есть у многих есть заблуждение, что солдат, который вот выстрелил первую пульку, да, вот он и начал войну. Но ведь это не так происходит обычно. Решения о таких вот серьезных вещах принимаются сверху. А то, что уже на передовой начались какие-то действия, ну, это последствия. По факту у нас здесь находится, получается, группа людей, которая против нескольких народностей на самом деле сплотилась. То есть это русское правительство, которое пытается подгрести под себя и белорусский народ, ну, и по факту казахский народ, и украинский народ. Беларусь уже подмяли, да. То есть, что бы там ни говорил президент, он по факту ничего уже не решает. Так же, как и в Казахстане. То есть есть какие-то моменты, которые может решить сам наш президент, да. Но я считаю, что в целом указание поступает с Кремля. Такую же политику пытается пролоббировать в Украине. Поэтому на самом деле то, что происходит в Украине, это тяжело, это страшно, это печально. Выражаю глубокое почтение к тем, кто остался в здравом уме, и с критическим мышлением, кто может еще соображать, кто что-то делает. Не просто сидит и в соцсетях на всех собакой кидается, а пытается что-то реальное оформить, как-то кому-то чем-то помочь. Все остальные, я могу выразить лишь мои сожаления, потому что... И вот это не касается не только Украины, точно так же в России. То есть я сейчас смотрел, у меня был знакомый, на демонстрации в Москве, его, в общем, забрали оттуда. Сейчас что с ним, пока неизвестно, но вроде как все в порядке, вроде выпускает все. В России тоже очень много несогласных ситуаций, очень много кто поддерживает Украину, либо открытую, либо тайно, либо как-то там что-то пытается сделать. Но не стоит всех, опять же, я напоминаю, грести под одну гребенку. Не все русские, это Россия, Путин это не Россия, это все-таки уже какой-то обособленный блок групп людей, которые пытаются контролировать все вокруг. Неплохо, что начались уже переговоры где-то там на территории, по-моему, или на границе с Белоруссией, с Украиной. Но пока вроде как никаких однозначных результатов этого нет, но надеюсь, что это правильный путь, надеюсь, что там как-то это все разрулится и более-менее выгодные условия найдут для всех. Встает вопрос вообще, что теперь делать с этим всем? Ну вот вы, например, находитесь в Украине, у вас там где-то там военные действия. Теперь по поводу того, что же можно сделать, что же нужно сделать каждому из нас. Ну по поводу фондов, фондов конкретных и все такое, я уже высказался. Если вы хотите, можете попробовать помогать, поищите какой-то нормальный фонд, где он более-менее прозрачно работает, либо на доверии попробуйте, просто куда-нибудь денег закиньте, и может быть кому-то это все-таки попадет, целенаправленно доставится помощь. Ну если вы хотите пойти постреляться, ну ваше право, наверное. Со стороны России я бы сказал так, ребят, нужно подумать внимательно, нужно ли это кому-то или нет, потому что по факту люди, которые на передовой, они не за свои интересы, не за свою страну, в общем, жертвуют своими жизнями. Со стороны Украины, ну тут еще, конечно, частично, как вопрос национального единства, вопрос независимости государства, тоже, конечно, он есть, и он присутствует, и я прекрасно понимаю, что нужно, конечно, защищать свою страну, но тут есть также и другая сторона монеты, когда начинаешь, вот какие-то догадки у тебя всплывают в голове, что по факту ты защищаешь не свои интересы, поскольку на вот такую вот защиту науськивают западные коллеги, западные страны, которым это крайне выгодно. Стоит ли жертвовать жизнью, опять же, не знаю. Я бы на самом деле на данный момент воздержался бы от каких-то активных действий, возможно бы переждал, возможно бы куда-то, ну если вы находитесь в зоне боевых действий, где уже вот конкретно очень близко какие-то происходят столкновения, я бы валил оттуда, валил хотя бы в соседний регион, а лучше из страны, хотя бы на какое-то время, на неделю, на две, посмотреть, что будет дальше, посмотреть, как она будет развиваться ситуация. Если вы же дальше где-нибудь на Западной Украине, то можно пока там попробовать переждать, можно, наверное, перенестись. В любом случае, позаботьтесь в первую очередь о себе, займитесь своими делами, попробуйте отвлечься от этого всего, попробуйте заняться своими прямыми обязательствами, своей семьей, своими родными, работая, в конце концов, детьми, еще чем-то, подготовьте заранее, плацдарм, как вы будете отходить, если что, если нагрянет, если все-таки будет все очень плохо, посмотрите, где ближайшее убежище какое-нибудь, ядерное убежище, обычное убежище, куда вы можете податься, через какие страны, может быть, самолеты у вас улетят, куда поезд едет, как вы будете добираться, если у вас будет поджимать что-то, потому что, ну, сегодня вроде как, вот, например, в вашем городе все тихо, но завтра может случиться так, что плохо будет всем. И даже я вот сейчас, находясь достаточно далеко от всей этой ситуации, понимаю, что даже здесь уже небезопасно. Нужно думать, нужно посмотреть на карту, нужно подумать, как я буду, если что, куда двигаться, как эта ситуация будет влиять на меня, и, ну, вот пристально, внимательно смотрю за конфликтом, слежу за каждой новостью, что там происходит, хотя приходится пробираться через тонны дезинформации. Ну, а теперь про хобби давайте поговорим. Про хобби – это, конечно, от ас, от ас. Курсы валют, во-первых, взлетели, ну, и в Украине, и в России, да и вообще, в принципе, везде что-то происходит непонятное. Китайцы даже, ну, если посмотреть в долларах, в долларах цена не сильно изменилась, то все равно поднялась значительно. Там все поднялось примерно на 15-20% сходу, вот так за последнюю неделю. С чем это связано, не знаю, возможно, вот из-за волнения китайцы пытаются чуть подзаработать побыстрее, чтобы на потом еще хватило, мало ли что начнется. Не знаю, но в любом случае, как бы сейчас хобби тяжеловато. При этом всем, если вы смотрите, например, в рублях или там в гривнах, то цены, скорее всего, для вас скакнули в 2 или 3 раза даже за последнюю там неделю. А все потому, что курс, устанавливаемый Алиэкспрессом для конвертации с доллара в рубль, в гривну, они туда практически от головы вбивают какой-то космический курс, просто чтобы не потерять. Если завтра изменится курс в большую сторону, они не хотят терять деньги на это. Если у вас есть в долларах, покупайте в долларах. Если долларов нет, то, наверное, все-таки придется задержаться немножко на этом текущем этапе, потому что сложно что-то предсказать, как пойдет курс завтра, как это все быстро закончится и что будет потом. Но, наверное, сейчас пока никто сказать не может, кроме тех, кто это все организовал. Ну а наш канал, не знаю, даже наш канал ставится пока на паузу, потому что YouTube сегодня отключил монетизацию и роликов на YouTube. Это значит, что очень плохо все. То есть я дохода лишился приличного, тоже там такой какой-то доход шел, который мог мне позволить хотя бы покрыть, ну не знаю, там, коммунальные расходы, предположим. Но вот теперь мне надо искать другой момент. Потому что мне все и так же нужно поработать, мне нужно также все еще платить по счетам, а у меня еще много обязательств каких-то своих. Мне все нужно это делать, а для этого нужно как-то где-то что-то деньжат подзаработать. Раз SWIFT отключили от России у большинства банков, вы не сможете купить напрямую что-то легко и просто с Алиэкспресс. Ну и кроме того, с такими ценами вы и не собираетесь покупать, скорее всего, в ближайшее время. Поэтому с реферальных ссылок, ссылок, по которым я получал какие-то проценты с каждого проданного товара, я тоже ничего не получаю. Ну а то, что сейчас начались прям уже серьезные какие-то действия там, то это уже все. Забейте просто. Ну я в холостую работать не могу, я вкладываю слишком много усилий в это, и мне нужно еще платить по моим счетам. То есть мне нужно что-то другое придумать на это время, чтобы как-то обеспечить себя. Поэтому канал, ну, ставится пока на паузу, хобби пока на паузе, как я уже сказал в самом начале. Может быть, буду выпускать ролик в месяц, может быть, ролик в неделю, в две недели, не знаю, вот как ляжет карта. Если раньше я форсировал ролики, чтобы побольше контента впилить, чтобы больше было интересного всего, чтобы какое-то движение, активность и так далее. Сейчас, во-первых, это меньше народу интересуется в целом хобби, сейчас не до хобби. Ну а во-вторых, мне как бы нужно тоже на что-то жить, мне нужно чем-то другим сейчас пока позаниматься. Как один из вариантов решения, если вы все-таки захотите, чтобы я продолжал это все дело и как-то радовал вас каким-то контентом, я могу, наверное, сделать страничку на Патреоне, где нужно будет подписаться на Патреон, какую-то небольшую копеечку закидывать каждый месяц, я тогда смогу хотя бы основные какие-то счета свои оплачивать. Я сейчас не шикую, не жирую, в последнее время живу вот, ну, очень скромно, поэтому мне какой-то небольшой помощи было бы достаточно. И это позволило мне бы хотя бы дальше как-то продвигать, раскрывать какие-то проекты. Я сейчас вот буквально сейчас добил проект по антенна-трекеру, на который я, во-первых, свои деньги потратил, во-вторых, кучу времени, во-вторых, подтягивал разработчика, подтягивал сюда, подтягивал туда, подтягивал спонсоров. И все это должно было выйти, чтобы вы посмотрели и сказали кайф сделать такую же хочу штуку. Но теперь я, наверное, выкладывать не буду в ближайшее время, подожду, отложу материал когда-нибудь потом выложу и посмотрим, как оно будет дальше. Потому что сейчас выкладывать смысла нет, это работа в холостую или даже работа в минус, потому что на каждый ролик уходят десятки часов. За это время я мог бы даже при самом скромном раскладе хотя бы что-то себе заработать, чтобы оплатить аренду, например, моей съемной квартиры на следующий месяц, предположим. Ну а сейчас пока это все довольно сложно. Если понравилось этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите такие видео, заглядывайте в описании, в описании будет ссылочка, если что, на Киви, на Патреон, что-нибудь еще. Если хотите поддержать канал, пожалуйста, я тогда рассмотрю ситуацию с ней, возможно, тогда, может быть, все-таки продолжу пилить контент. Может быть, не так часто, может быть, не так активно, может быть, не так много, но тем не менее, а пока я даже не уверен в будущем этого канала. На этом, друзья, все, пока.